Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова В этом году из области выделили 4 миллиона рублей субсидию, с нашим софинансированием 60% 6200. Мы на эти 10 миллионов рублей запланировали и осметили 7 дворовых территорий. Работы в целом идут по плану. Например, на Гагарина они почти завершены. Еще пару дней нужно на дворовые съезды. Но сдавать объект целиком дорожники планируют только через пару недель. Причины объективные. Сейчас здесь ведут масштабные раскопки, меняют теплотрассу. Когда коммунальщики закончат, примутся и за дорогу. Ремонт дворов планируют закончить до конца лета. Жители и дорожники просят выбирать пути объезда и следить за объявлениями на информационных досках. Иногда ход ремонта задерживают припаркованные машины. Праздник в Риутове решили отметить флешмобом, вокально-патриотическим. Гимны России исполняют хором. Участвуют все, кто пришел на праздник. На щеках триколор, в голосе трепет. Этот патриотический настрой сегодня во всем. Участники говорят, День России не просто праздник. Это скорее символ и возможность продемонстрировать всему миру единство. Россия – великая держава. Слава России. Дерево России – еще один образ-символ праздника. К созданию арт-объекта каждый может приложить руку, причем в прямом смысле этого слова. Краски хватает на всех, кроме сотни зеленых ладошек. Эти руки – символ российской силы. Соревнования по армспорту тоже в программе праздника. Ну а так встречают всех, кто в День России решил поддержать страну рублем. На пешеходной зоне ярмарка «Цинопад». И это название говорит само за себя. Надоели уже иностранные продукты. Хочется чего-то своего родного. Так что, когда мы увидели, что здесь из Крыма привезены фрукты, поэтому решили обязательно попробовать. Если понравится, то будем приходить обязательно. Как цены? Цены разумные. Для этого времени года вполне. На прилавках фрукты и овощи, бакалея и мед – все товары от российских фермеров. Представлено несколько десятков предприятий. Большинство из Подмосковья. Наш товар весь идет российский, с раменского рыбкомбината. Цены у нас снижены на 20%. Ценопад в Реутове устраивают уже второй раз. Ярмарку проводят по инициативе главы региона. Выдержать ценовую политику фермерам удается благодаря главной установке областных властей. Здесь нет никаких арендных платежей. Взимается плата организаторам ярмарки только за уборку мусора, электроэнергию, которую употребляют. Русские блины, узбекский плов, пирожки и восточные сладости. В парке на юге можно попробовать национальную кухню. Готовят представители народов, которые живут на территории большой страны. Говорят, вот такое оно, единство на вкус. Разное, но неизменно вкусное. У нас одна страна и одна родина. Нам не жить, любить и обустраивать для наших детей, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Только вместе другого не дано. Праздник на юге завершает танцевальный флешмоб. На севере в небо выпускают шары цветов российского триколора. Вместе с ними в облака поднимаются птицы и символы мира. Ребят, сегодня мы с вами будем создавать свою парфюмерную композицию. Не минуты свободного времени. Но Кате Антоненко это даже нравится. Очень надеется, что в будущем станет парфюмером. А пока создает первый в жизни аромат. Я добавила масло мандариновое и масло бергамотное. Мне очень нравится этот запах. Химические опыты занятия интересное, но не основное. Это смена с туристическим уклоном. Здесь даже не отряды, а экспедиции. Да и руководят имени вожатые агиды. Для того, чтобы по приезду в город многие из них смогли самостоятельно вместе с своей семьей, с друзьями отправиться куда-то на природу. Хотя многие из них уже сейчас это делают и делятся опытом с друг другом. В общем, если нужно, на природе ребята и палатки сами поставят, и костер при помощи одной спички разведут. Вот, натягивай. Вот, вот сюда вставляй кошек. А еще в лагере открылся временной портал, так что путешествуют школьники не только по окрестностям, но и по историческим эпохам. Один нюанс – чтобы совершить прыжок, нужно накопить много энергии. Только что мы сдали энергию, необходимую для путешествия. Копят энергию в кружках. Здесь, например, роботов собирают пока из деталей конструкторов, но все опции, как у настоящих машин. Роботы двигаются при помощи датчиков, огибают препятствия и даже реагируют на звук. Дима Антонов свою энергию накапливает, когда тратит физическую на спортплощадке. Я думала, что приеду сюда, будет как обычный лагерь, там также игры. Но здесь игры особенные, потому что, не знаю, каждое утро заряд. Вместе с Димой копят и тратят энергию в подмосковном лагере 300 школьников, 44 из них – риутовчане. Приехали только самые одаренные, те, кто дома, отличились успехами в спорте или науке. Такой контингент от педагогов требует особой подготовки. Они очень подкованы, и поэтому мы и наши гиды, вожатые, иногда сидят ночами, читают, узнают об эпохах, чтобы с ребятами быть на одной волне, чтобы донести до них ту информацию, которую они еще не знают, но донести до нее ее интересно. В общем, скучать не приходится. Сейчас ребята готовятся к большому празднику. Он пройдет в конце смены. Золото первенства мира по универсальному бою привезли риутовские витязи из Калужской области. Возраст спортсменов от 6 до 13 лет. В нашей команде было 8 участников. Им удалось привезти 6 наград. Три из них – высшие пробы, одно серебро и две бронзы. Сейчас у бойцов каникулы в августе они поедут на первенство страны по греплингу. Синоптики обещают дожди с грозами. Днем всего 15 тепла. К вечеру еще прохладнее. Плюс 13. Ветер северный 5 метров в секунду.